На федеральном уровне работу ульяновских строителей оценивают достойно. Заместитель министра строительства ЖКХ Российской Федерации Никита Стасишин осмотрел жилищные комплексы Засвияжского района города. Маршрут начался с улицы Юго-Западная. Здесь особое внимание замминистра привлекла прилегающая территория. Детский садик в шаговой доступности – современная игровая площадка. В принципе, неплохие планировочные решения по квартирам. Там качественные, хотя и панельные дома возведенные. И большая перспектива развития этой территории с учетом наличия всех социальных объектов. Поэтому ровно в такие проекты нацелена вся федеральная и региональная поддержка в части строительства инфраструктуры, льготные ипотеки и всех программ по молодым семьям в первую очередь. За безопасностью сдачи жилья в новых домах пристально следят в столице. Заместитель министра отмечает, что через информационные системы идет мониторинг конкретно по каждой новостройке. Для покупателей таких домов все риски нивелированы. Мы видим каждый договор делевого участия вместе с банками. Поэтому здесь застройщику точно выгодно максимально прозрачно работать. Никуда деньги не отвлекать, вкладывать стройку. А уже прибыль после ввода в эксплуатацию также направлять на покупку новых земельных участков. Среди регионов Поволжского федерального округа Ульяновская область занимает первое место по воду в действии жилья из расчета на тысячу человек населения. Напомним, в прошлом году на территории региона в эксплуатацию введено больше миллиона квадратных метров жилья. Для ульяновцев действуют три жилищные программы с господдержкой. Губернаторская ипотека, обеспечение жильем детей-сирот, а также поддержка молодых семей. На сегодняшний день от того, что появляется большое количество новостроек, люди, я думаю, испытывают только удовлетворение. Потому что, благодаря тому, что государство ввело на 6,5% ипотеку, то большой достаточный слой населения получил возможность, исходя из средней заработной платы, получать ипотечные кредиты. И это те люди, которые как раз молодые люди, люди, у которых, ну скажем так, нет высоких заработков, у них появилась возможность приобретать квартиры. Проектом «Жильё и городская среда» предусмотрено до 2024 года расселить жильцов аварийных домов. По словам главы региона, направлять денежные средства на ремонт старых построек – неэффективная трата денег. Лучшее решение – обеспечить людей новым комфортным жильём. Александра Никитина, Данил Сурков. Новости Уллправда ТВ.